ПЕСНЯ 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 Саня, куда вы мостку заедете? Может что-то докладывать нам? Бабушек подносите, что сказали себе. Они сами могут ходить еще. Да-да. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Это Божье чудо, естественно. Я всегда свидетельствовал при первой возможности, каким я был гонителем, улителем. И вот Господь действительно встретил сегодня нас. Я очень рад безмерно, потому что я в нем нашел брата. Когда-то мы были далеки друг друга, но нас объединил Господь. Слава им! Я думаю, пропустить такой момент нельзя было. Господь делает великие чудеса. Слава Ему! Это к нашей молитве, братья и сестры, когда мы будем молиться. У нас есть много противящих, тех, которые сегодня противятся благой вести. Будем молиться об этом, чтобы они стали друзьями, сотрудниками, соработниками на Ниве-Борге. На странице Евангелие от Марка, 16 глава. И будем читать. В 15 стихе и ниже. Евангелие от Марка, 16 стихе. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать все знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. Если что, смертоносное будет, не повредит им. Возложат руки на больных. И они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо. И воссел по весную Бога. А они пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Действительно. Нас Господь Иисус Христос, кто читает Слово Божие, Евангелие, мы видим Его жизнь. Со дня рождения. Со дня Рождества Его. Мы видим те слова, которые были объявлены. Как бы причина Его рождения. Причина пришествия Его на эту землю. В этом маленьком младенце, там, в Вифлееме. Ангел Господень. Он сказал Марии, что ты начнешь маленькое существо, которое наречется Сыном Божьим. Которое спасет человечество от грехов их. Ему имя будет Иисус. Действительно, это событие. Оно самое важное событие в истории человечества. Потом, когда мы следим за жизнью Господа Иисуса Христа, мы видим, как Он возрастал, как Он был еще юношей, и Он посвятил Себя Господу. Он тщательно изучал Священное Писание. Родители также внимательно воспитывали Его. И они приготовили Его для великого служения. Потом мы видим, когда Он возрослел, Он вышел на это служение по призыву Божьему. Когда предтеча, брат Его, Иоанн, креститель, вышел для того, чтобы проповедовать людям покаяние и говорил, что приготовьте путь к Господу. Скоро явится Спаситель мира. И на призыв Его вышел Сам Господь Иисус Христос. Было совершено это крещение, посвящение Его на служение. И мы видим, с тех пор великая наступила эра жизни человеческой. Господь три года находясь здесь, на этой земле, действительно, сегодня мы тоже были свидетелями. Не только за те три года Он совершал эти чудеса и знамения, что Он Сын Божий, что Он Бог. Он и поныне это делает. Мы видим сегодня сонны спасенных, которые жили, имели такой образ жизни, что даже стыдно вспоминать. Мы видим, как люди, которые преступники были здесь, на этой земле, встретившись с Иисусом Христом, они получают новое рождение. Мы видим с вами других людей, которые потеряли всякую надежду в мире. Встретившись с Иисусом Христом, они получают новое будущее, новые пути, новые указатели. Самое главное, они получают прощение грехов и жизнь вечную. Они приобретают Иисуса Христа как Спасителя. чудеса они были. Не только тогда совершались три года, когда Он жил на этой земле, но и сейчас. Уже две тысячи лет прошло с тех пор. И мы с вами являемся свидетелями этого. И вот мы с вами прочитали еще в одном чуде, заключительное чудо, которое совершил Господь Иисус Христос, когда Он жил на этой земле. смерть она не имела до дни власти. Мы с вами праздновали праздник Пасхи. Да, Он пришел для того, чтобы умереть. И мы с вами, читая Слово Божие, видим, как это все происходило. Довольно-таки подробно описано в Слове Божьем шаг за шагом, как избывались над Господом, как Его критиковали, как Его били, как надругались над Ним. И в конце концов распяли Его. В конце концов показали Его всему миру. Вот Он какой. Посмотрите. Пришел на эту землю, заявлял, что Он Бог. И посмотрите, Он там умирает, страдает. Ничего не может сделать для себя. Но это не так. В округ Его положили. Закрыли большим камнем. Поставили стражу. Но смерть и невозможно было утяжать нашего Спасителя. И мы видим, что гробница пуста. Он воскрес. Это великое чудо. Это великая надежда пришла на эту землю. Смерть побеждена. Смерть. Где твоя жало? Ад. Где твоя победа? Христос воскрес. И казалось бы, все. Казалось бы, ну ладно. Да, Господь, ты воскрес. живи теперь на этой земле. Делай еще благо. Продолжай здесь, на этой земле. Но Он еще одно чудо совершает. Он возносится на небо. Он возносится к Отцу своему. И восседает там, огеснув Бога на высоте. И Он дает ученикам великое поручение. Он сказал им, что вы видели, как я много трудился здесь, на этой земле? Вы видели, сколько я успел сделать здесь, на этой земле? Вы были очевидцами всего тому, что я вам говорил, то, что я делал. Вот теперь вы идите тоже и научите людей крестяить во имя Отца и Духа Святого. Идите, учите, что я вам соблюдал. Это великое поручение оставил нам Господь. И Он сказал, что вы не переживайте. Я вознесусь ко всему моему небесному. Но вы не останетесь сиротами. Не оставлю вас одинокими. Вы увидите славу мою, вы увидите силу мою. В большей степени даже чем вы видели, когда я находился с вами. И действительно это произошло. Когда Господь Иисус Христос оставил своих учеников здесь на этой земле, Он их поставил всего лишь несколько человек, для того, чтобы они могли совершить эту задачу для всего человечества. Вы чувствуете, какое противостояние? Всего несколько душ и все человечество. они действительно могли бы сказать, Господи, да как же это мы можем сделать? Какими мы силами это можем сделать? Но Господь сказал, все я с вами до скончания века. И мы с вами прочитали, они вдохновленные словам Господа Иисуса Христа, они пошли и проповедовали везде. трудно было в то время, первое время особенно христианам. Гонения были очень серьезные. Мы сами Слови Божьем читаем, когда Деяния апостолов читаешь, и история тоже свидетельствует, сколько много было отдано жизни народа Божьего для того, чтобы распространять евангельскую весть Слово Божьем. Какой силой все это не делали? Как кто мог бы все это претерпеть? Все надругательство, поношение, критику, гонение, непринятие. Вот он ответ на этот вопрос. Мы с вами читаем, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Дорогие, Господь всегда был с учениками своими. Он не только был с учениками своими, но сейчас Он сказал, что все я с вами по все дни до скончания века. Это важное поручение мы с вами должны сегодня выполнить. Потому что Господь хочет этого и Он желает нас обильно благословить. Давайте мы уберем наше может быть уныние. Давайте мы оставим может быть размышления о себе, что мы не способны что-то делать. Давайте войдем войдем в труд Господний. Мы вошли в этот труд. А Он этот труд уже совершает многие тысячелетия. Он хочет, чтобы мы тоже включились в это важное служение. Сегодня будем вспоминать нашего Господа Иисуса Христа, какой дорогой ценой все это он заработал для нас. Какой то ценой все это было приобретено для нас дорогие. Это вот то, что мы с вами сегодня имеем. Трудно все это было принести самому Господу. По ходу человечески он страдал. Его цель была пройти и этот трудный шаг в жизни. Но он это сделал для того, чтобы пережить и также понять, как это все трудно и потом нам помочь. Прекрасно он знает, как нам трудно, как нам трудно. Давайте мы возьмем для себя такую мысль, что он с нами. И он здесь незримо Духом Святым обитает в Слове Божьем. Вот этих видимых знаков, которые сегодня мы любят. Давайте мы все увидим Господа. Давайте будем стремиться увидеть Господа и Он поможет нам. Давайте не будем унывать. Он до скончания века с нами. Давайте поклоним Всему еще раз. Давайте мы будем просить у Него благословения. Давайте будем говорить Ему о своих нуждах открывать наши сердца и желания пред Господом. Он слышит и Он хочет нам помочь. Аминь. Помой. Него Него Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. людей. И сейчас опять громадная толпа проходит мимо. Они возбуждены. Они заставляют молчать этого святого. Зачем ты беспокоишь учителя? Да замолчи ты. Да разве ему дело-то... ...спасение. О, если бы мы на нашем жизненном пути всегда видели тех, которые рядом с нами. Мы порой летим в потоке этого времени. Мы не замечаем тех, которые ждут от нас помощи, которые жаждут счастья наше, которые хотят услышать ответ на вопросы своей души. Мы готовимся, может быть, к какой-то большой евангелизации. Мы говорим о масштабных каких-то делах. И тут вспоминается мне один пример. Мы не так давно, в январе месяце, были на одном значительном, я бы сказал, совещании. Называется оно Международный Миссионерский Координационный Совет. Там представители разных миссий, представители из разных стран. Вот мы в Ульяновске собираемся. И до Москвы летим или едем разными путями, разными методами добираемся. А вот из Москвы, оказывается, самолеты не летают. И сюда идет фирменный поезд. И естественно, вся эта масса людей на одном поезде едет на это совещание. И вот в хамуарах, от того, как мы там собрались, кто-то задает вопрос. Ну, как там было в поезде? Кто кому засвидетельствовал? И почему-то молчание. Почему-то молчание. И потом как-то один брат так говорит, да какое там свидетельство? Мы же там еще согласовывали программу, другой говорит. Да мы обсуждали там вопросы, мы так редко встречаемся. То есть мы ехали на знаменитое, так сказать, совещание, на знаменитый совет. Но у нас не было времени побеседовать с теми или проевангелизировать, если так можно сказать, те, которые были рядом с нами. Мы были чрезмерно заняты. Хотя Господь нам дал всем прекрасную возможность. Мы же стояли выше тех людей, которые там. Здесь же были представители миссии, даже союзов. И, конечно же, нам некогда было склониться. И просто уделить внимание тем, которые с нами сидели в купе, мы решали глобальные вопросы. Так порой бывали. Мы не замечаем тех, которые рядом. Мы обсуждаем проблемы больших массовых евангелизаций, целых движений. Мы обсуждаем наши годовые планы. Мы намечаем эти планы. И мы хотим их осуществлять. Но это все масштабно. А где же те люди, которые мелькают рядом с нами, которых мы просто не замечаем? Они идут в погибель. К сожалению, так бывает. Я вспоминаю поезд из Ашкабана, едем в Ташкент. Все уставшие, самое главное, удрученные. Мы хотели попасть в воскресенье домой, в воскресенье Троица. Мы хотели уже все быть в своих церквах. А тут нужно проводить время в поезде. И вот мы сидим, и к нам посаживается человек. Он представился из общества знаний. Как он сказал, я идейный марксист-линист. И завязалась, естественно, беседа. И началось с того, что, когда мы заговорили об Иисусе, он сказал, что говорить об этом Иисусе проходимце. И вот с этого началась у нас беседа. И, конечно же, первый настрой был, зачем говорить с этим человеком. Это пропагандист, это атеист, который работает. Он, кстати, как раз ехал с очередной командировки. Он тоже разъезжал с лекциями. И действительно было такое настроение. Не стоит с этим человеком беседовать. Но почему-то Бог ясно показал, что Он именно для этого посадил нас на этот поезд. И что эта встреча не случайная. И вот мы с 11 утра до 12 ночи беседовали с этим человеком. Я не хочу утруждать вас, и нет времени на это, но удивительно, когда ему надо было выходить в Бухаре, он умолял, подарите мне Библию. Я никогда не читал Библию. Он, оказывается, имел Библию для верующих и неверующих. Много атеистической литературы он никогда не читал настоящую Библию. И вот в ходе беседы он понял, что он на ложном пути, и что ему нужно познание истины. И он умолял нас подарить ему Библию. И я так подумал, сколько еще таких людей, которых мы просто не замечаем, они жаждут, они ищут, они в заблуждении, они погибают. Можно было бы отмахнуться от этого человека. Но Бог его послал к нам, Бог послал его на нашем пути. Как часто мы забываем, что люди, живущие рядом с нами, это наше миссионерское поле. Именно поэтому Господь говорит, возведите очи ваши, посмотрите на Нивы, а не повелели. Я думаю, мы все понимаем, что мы живем в последнее время. Мы не знаем, насколько долго Господь будет терпеть этот мир. Я полагаю, уже очень скоро Он войдет в суд с этим миром. Но сегодня у нас еще благоприятное время, и мы можем благовестовать и должны благовестовать людям спасения. Не так давно у моих ворот остановился мужчина. Посему было видно, что это опустившийся человек. Он был пьян, он был обросший, он был грязный, одежда оборвана, у него грязный салфановый пакет был в руке, и там бутылка торчала пустая. Это единственное, что у него было. И как выяснилось, у него не было ни кола, ни двора, ни крыши, ни семьи, ни работы. И ни кроша за душой. Он узнал, что здесь верующий, он пришел. Он сам не знал, что он хотел. Мы с ним некоторое время побеседовали. Первое такое было отношение тоже, сказать ему проходи мимо. Но я понимал, что это, видимо, не случайно. Я его пригласил. Вы знаете, он пожил у нас в полной неделе глубокая. Показывается, что он давно искал Господа. У него бабушка была верующая. Он с детства знал о Боге, а потом упустился до такого состояния. Как он плакал? Как он сокрушался о своей прожитой жизни? Он говорит, 18 лет Бог меня вытаскивал из смерти. 18 лет. 18 раз. 18 раз он говорит, я был при смерти. Да, таких людей можно, наверное, много говорить. И таких людей очень много. Проходим мы мимо или мы останавливаемся, склоняемся перед такими людьми? Это вопрос. Но Бог ставит нам на пути таких людей. В 9 главе Евангелия Матвея мы читаем, видя толпы народа, Иисус сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Они были изнурены и рассеяны. Видим ли мы этих изнуренных, рассеянных, обездоленных, несчастных, погибающих людей? Это наше поле. К ним послал нас Господь. Мы, может быть, настолько заняты собой, что нам просто некогда. У нас хозяйство, у нас работа, у нас семья. В принципе, это мы слышали уже сегодня. Но, может быть, мне лишнее еще раз напомнить, что это все не отговорки. И мы не оправдаемся пред Богом за тех людей, которые идут сегодня в погибель. Они кричат, они вопьют к нам. В Юрьевке, когда-то жил Фенерарон, это друг мой. Мы с ним когда-то были близки. И вот он рассказывал о том, как сейчас он живет в Германии. Но он довольно часто вспоминал этот пример, как он, живя в Юрьевке, жил рядом с одним инвалидом войны, с неверующим человеком. Это тоже был человек, как и все мирские люди. Выпивал, ругался, дрался и прочее. Но, говорит, у нас были с ним хорошие отношения. Но я с ним никогда не говорил о Боге. Говорил этот Арон. Здравствуйте, до свидания, как дела? Сегодня хорошая погода. А вы уже посеяли, а вы уже собрали урожай и так далее и тому подобное. Проходило время, шли года. И вот однажды утром приходит жена к этому Арону. И говорит, Арон, Арон, где ты был? Муж мой всю ночь кричал. Арон, Арон, я тоже хочу в рай, меня вельхи не пускают. Арон, где ты был? Арон спал. И все эти годы ни разу не говорил ему о Боге и о Христе. Этот человек знал, что Арон верующий. Но он не осмелился ему об этом сказать. И таким образом он ушел. Страшней смерти. Он до утра кричал. А жена говорит, что я не хотела вас будить. И так он и умер. И я всегда вспоминаю этот пример, думаю, сколько вечности будет таких людей, которые будут говорить, Гена, где ты был? Коля, почему ты не пришел? Он и сказал мне, Наташа, где ты была? Когда мне было трудно. Когда я искала Бога. Сегодня нам кажется на лицах людей улыбки. Им хорошо, радостно. Но в действительности это жалкие люди, которые гибнут во грехах. Это наше миссионерское поле. Это те люди, которых мы, может быть, не замечаем. Которые нуждаются в нас. Они, может быть, изо дня в день думают, когда же они придут к нам. Мы считаем, пусть же они к нам приходят. У нас же двери молитвенного дома открыты. Я уже неоднократно сталкивался с такими людьми, которые говорили, если кто хочет, пусть идет к нам в молитвенный дом. Там открыто проповедуются Евангелие. Там идут и Библию, и Новый Завет, и так далее, и так далее. Дорогие, мы понесем ответственность за погибающие души. Это те души, к которым мы должны идти. И, когда Иисус проповедовал однажды и множество людей, слушало Его весь день, они были тоже изнуренные и так далее. Ученики приходят и говорят, отпусти народ. И что сказал Христос? Вы дарите им есть. Это наша с вами задача. Потому что это наше миссионерское поле. Давайте сейчас подумаем. Кто живет рядом с нами? Может быть, наш сосед уже давно ждет, когда мы скажем ему о Боге, когда мы дадим ему решение на его проблемы, когда мы укажем ему путь ко спасению. Ко мне одно время приходил один молодой человек. И приходил сюда, когда он был пьяный. И вот в очередной раз, когда он ночью, он перелез через забор и скучится в окно. Я вышел на улицу, было лето, и опять этот Алеша в пьяном виде стоит дядя Гена. Он меня опять попросил. И всегда он говорил о Боге. Я его каждый раз отправлял и говорил, протрезвись, потом придешь. И вы знаете, у меня все бурлило внутри. Ночью пришел, разбудил меня. И опять в пьяном виде. Хотя я его уже несколько раз предупреждал, чтобы он не приходил ко мне в пьяном виде. И он опять. И опять о Боге. Мы, наверное, минут 30 поговорили. Я его выпроводил за ворот и стал, Леша, это последний раз. Я в пьяном виде, что ты больше ко мне не приходил. Потом же во мне говорит, слушай, правильно ты сделал или нет? Мне это стало беспокоить. Я вспомнил Никодима, я вспомнил Иисуса. И мы вместе с женой преклонились. И я искренне каялся.